Здравствуйте! В эфире еженедельные новости Смоленск АЭС в студии Анны Пименова. Мы расскажем о важных событиях жизни атомной электростанции и города Десногорска. Смотрите сегодня в выпуске. Подготовка к корпоративной миссии АСАРТ. Итоги дня охраны труда. Учащийся Смоленского лицея на станции. Открытый турнир Смоленск АЭС по игре «Что, где, когда». На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленск АЭС сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». Выработка 15 053 миллиарда киловатт-часов при мощности фактически на сегодня 24 334 мегаватт. О техническом состоянии Смоленской станции сообщил главный инженер предприятия. В работе первой и третьей энергоблоки суммарная нагрузка 2125 мегаватт. Существенных замечаний по работающим блокам на данный момент нет. Выработка электроэнергии за январь составила 1 миллиард 293 миллиона киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленск АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Завершился партнерский визит на Смоленскую станцию команды концерна «Росэнергоатом» под руководством заместителя генерального инспектора Павла Медведева, цель которого – рассмотрение вопросов подготовки к корпоративной миссии «Асарт». В ноябре 2018 года корпоративная миссия «Асарт» впервые пройдет в концерне «Росэнергоатом». Ранее подобные проверки прошли только две организации, эксплуатирующие атомные станции – чешская энергокомпания «ЧЕС» и французская компания «ЭДФ». Эксперты МАГАТЭ оценят общекорпоративные функции эксплуатирующей организации на соответствии международным стандартам ядерной безопасности. Девять направлений проверки распределятся между Смоленской, Кольской и Балаковской АЭС. Смоленскую станцию эксперты проверят по трём направлениям – корпоративно-независимый ядерный надзор, корпоративное управление, корпоративная техническая поддержка. На Смоленской АЭС подведены итоги Дня охраны труда, прошедшего по теме нарядно-допускная система производства работ, требований безопасности при работе с инструментами и приспособлениями, соблюдение требований безопасности при работе на вскрытом оборудовании. Во всех подразделениях станции были проведены проверки в рамках административно-общественного контроля. В начале совещания о результатах деятельности по охране труда за 2017 год и задачах на 2018-й проинформировал главный инспектор Смоленской АЭС Рамиль Галиев. Было отмечено, что в 2017 году на Смоленской АЭС не допущено несчастных случаев с персоналом Смоленской станции и с персоналом подрядных организаций, выполняющих работы на действующих и строящихся объектах. На Смоленской станции в полном объеме проведена специальная оценка условий труда. В течение четырех лет 2308 рабочих мест подверглись спецоценке условий труда. Как и в предыдущие годы, на Смоленской станции проводились конкурсы по охране труда, на знание правил охраны труда, на лучшее состояние условий и охраны труда между подразделениями, на лучшего уполномоченного по охране труда, конкурсы плакатов и детских рисунков по тематике охраны труда. Впервые в 2017 году Смоленская АЭС приняла участие во Всероссийском конкурсе «Здоровье и безопасность», проводимом Министерством труда и социальной защиты. В разных номинациях Смоленская АЭС завоевала золотые и серебряные медали. Смоленская станция успешно прошла в 2017 году проверки комиссиями госкорпорации «Росатом» ФМБА. По результатам партнерской проверки отмечена положительная практика по охране труда. Основная задача на 2018 год – недопущение производственного травматизма, а также обеспечение контроля за безопасным ведением ремонтных работ в период ремонтной кампании 2018 года и при модернизации блока номер 3. Были проведены обходы реакторного цеха подрядной организации САЭР и цех «Хаят». Выработаны решения в протокол, определены задачи на следующий месяц. Следующий день охраны труда будет 16 февраля. Определена тематика дня охраны труда на ряда на допускной системе и состояние рабочих мест и оборудования. В 2017 году Смоленскую АЭС с экскурсионными визитами посетили более 240 педагогов и 640 школьников и студентов со всего региона. Первыми экскурсантами в 2018 году стали учащиеся Смоленского физико-математического лицея «При МИФИ» участники отраслевого проекта «Наука для каждого», реализуемого совместно с информационным центром по атомной энергии города Смоленска. Наши образовательные учреждения в своей программе воспитания и образования уже содержат необходимость привозить на Десногорскую атомную станцию наших детей каждый год. Они учатся у нас всего два года, поэтому каждый лицеист обязательно должен побывать на Десногорской АЭС для того, чтобы представить производство, к которому мы их готовим. Потому что изучение физики и математики в углубленном профильном виде в конечном счете приводит на такое высокотехнологичное производство, как Десногорская АЭС. Посещение атомной станции и лекции от авторитетных экспертов дали ребятам уникальную возможность познакомиться с производством и из первых уст узнать все о перспективах развития отрасли. На атомной станции я первый раз, впечатлений очень много, интересна каждая мелочь, потому что это такой глобальный проект работает. Да, наверное, хотелось бы, если получится, то почему бы и нет. Это очень интересно и мне очень все понравилось. 26 января в здании реабилитационно-оздоровительного и досугового центра Смоленск-АЭС состоялся восьмой зимний открытый турнир Смоленск-АЭС по игре «Что, где, когда». В турнире приняли участие 20 команд, 120 участников из подразделений атомной станции, подрядных организаций, ветераны, а также педагоги и школьники. Интеллектуальный поединок был организован клубом интеллектуальных игр «Три тысячных» при поддержке администрации и профсоюза Смоленск-АЭС. Приветствовал игроков председатель жюри, заместитель председателя профсоюза Смоленской атомной станции Игорь Хомяков. В зоне по количеству команд видно, что вы соскучились по любимой игре. Команд сегодня 20, редко такое бывает. Хотелось бы пожелать вам прекрасной игры, хороших вопросов и правильных ответов. Заслуженный энергетик России, ветеран Смоленск-АЭС, председатель Совета ветеранов атомной станции Раиса Злокоманова пожелала участникам получить удовлетворение от общения с коллегами и хорошего настроения. Правила игры огласил ведущий турнира Григорий Шахмут. По традиции стартовал спортивный вариант ЧГК. Четыре тура по 12 вопросов, минута на обсуждение, секунды на передачу ответа членам жюри. Игра оказалась по-настоящему азартной и динамичной. Первое место с 31 правильным ответом из 48 заняла команда Смоленск-АЭС 3000, капитан команды Андрей Рожков. Второе место завоевала сборная команда 1ЧГКшники, жители города Рословля. Под руководством бессмертного капитана Виктора Бунцева на их счету 25 правильных ответов. Третье место и 24 верных ответа у команды Роллтон, Гречка и Приправы, капитан Олег Шамаров. Победителям и призерам вручены кубки, медали и книги. Все команды получили дипломы участников интеллектуального турнира. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленск-АЭС. С важными событиями жизни станции вы можете ознакомиться в официальной группе Смоленск-АЭС в социальных сетях Вконтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. А также в разделе Смоленск-АЭС на сайте rosenergoatom.ru Я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова